Здравствуйте, дорогие зрители Глобальной Волны! Сегодня 15 июля 2016 года. Наша экспедиция находится в селе Богатырь, у подножья горы Бойко. И мы записываем небольшое интервью с уфологом Виктором, который занимается съемками НЛО на протяжении уже многих лет. И мы будем сейчас смотреть фотографии объектов. К сожалению, камера нам не позволяет передать в хорошем качестве с экрана, но эти фотографии позже мы выложим на Глобальной Волне, и у вас будет возможность ознакомиться с ними. Это вы узнаете пейзаж в соседний дом. Во время одного из посещений горы Бойко наблюдался аппарат в зависшем состоянии. Правда, качество тут... Выглядит как маленькая тарелка. Да. Так, может стоит сказать пару слов о технике съемки вашей. Как вы это делаете? Ну, обычно раньше старался снимать зависший аппарат в режиме онлайн, но, как говорится, по приходу домой во время просмотра оказывались пустые кадры. И из ста сделанных кадров оказывалось один или два заснятых. И в результате я пошел на такую хитрость. Стал, увидев висящий аппарат, стал тупо снимать вокруг него небо. И в кадры попадал не только аппарат, но и те, которые находились рядом. Еще другие, которые я в данный момент просто-напросто не мог видеть по каким-то причинам. И вот на следующих кадрах это будет наглядно продемонстрировано. Так, открываем телеси кадр, видим. Тут видно очертания уже. Это чуть-чуть увеличенный аппарат, который наблюдался с этой вот площадки, которая возле горы Бойкова. Нет, здесь, со двора, со двора, да. Вот. Аппарат, который, этот, зависал со стороны Скалинова. Он долго находился в поле зрения. Вот, удалось сделать нормальные снимки его. Несколько снимков его выбрали более-менее такой контрастный. Вот, и... Можно на этом снимке разглядеть двойной корпус катамарана. Настройки над корпусом. Вот. Ну, позже, когда мы рассматривали эти фотографии с экстрасенсами, вот, товарищи подтвердили, что, да, это не просто какое-то техническое устройство, а это управляемый высшими цивилизациями аппарат. Вот. И конкретно сказали, что там находились люди ростом 2,20-2,5 метра, блондины, голубые глаза. Ну, то бишь, наши предки. Кто-то говорит, что это наши родители, кто-то говорит, что наши дети, внуки будущие. Ну, кому как предки. Это тоже аппарат заснятый... По-моему, та же форма, да? Форма та же самая, потому что аппаратов этих очень много здесь летает, вот, и они выполняют свою техническую функцию, какую конкретно мы в данный момент не знаем, вот, но один находился в одном месте, другой находился в другом. Здесь, кроме него, еще несколько аппаратов есть заснято, просто на экране при таком освещении нет, не видно. А можем ли мы предположить размеры вот этих аппаратов? Это тяжело. Видимый размер, видимый размер с помощью разных простейших присутствований определяется 200-250 метров. Но, когда мы разговаривали с ясновидящими, они сказали, что размер его около 400 метров. 400 метров, а форма сигарообразная? Форма сигарообразная, но корпус немножко раздвоенный, как вот у этих, у советских, российских подводных лодок. Двойной корпус, как бы сзади выходят грибные винты, двойной, двойной это. Так, посмотрим, что тут, может быть. Тут мы видим облако. Тут тоже аппарат видно, но в данный момент наблюдается. Не это самое, отблик, 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 отблик. Неудачно этот кадр, другой на. Ну, тут аппарат, нам сказать, с этим льдцом. Вид это спереди, а не сбоку. Вот, заснятый опять со стороны Соколиного. И это, да, похоже тоже сигароподобный. Да, сигароподобный аппарат, зависший над Соколином. Было много наблюдений, и плюс еще рассказы местных жителей. Аппарат заходил со стороны скал. Голограмма скалы исчезала. Видно было большое отверстие, где-то диаметр метров сто. Сигарь туда залетала, изображение скалы возвращалось. Интересный вот этот момент. И так по этому месту ходят туристы. Да, и никто ничего не видит. И таких мест в Крыму очень много. Особенно наглядно было, те, кому надо было, или кто мог видеть, тот видел во время пролета Чебаркурского метеорита. Все места базирования объектов, аппаратов, плюс еще порталы, где они входят на базы в землю, под землю. Они светились, как голубоватого цвета столбы, вертикальные, диаметром от 500 метров до километра. Так, посмотрим объекты. Надо было получать их. Ну, как бы, на все, как бы, нет времени. Я выборочно смотрю. Вот можно ночной. Отличающий ночной. Да. Это вот вид той же сигары. Ночью, когда она зависала над горой Бойко, в момент срабатывания затвора, диафрагмы, аппарат резко тронулся с места и на его месте только запечатлен был. Видно на картинке, как... Выхлоп, да. Как человечек. Да, как человечек, который... Рассматривая на большом экране, видно корпус сигары. Это еще раз сигара. Значит, вы считаете, что вот тут именно на горе Бойко, именно сигарообразные корабли базируются? Или все-таки тут какие-то другие формы? Они не на горе Бойко базируются, они базируются рядом. Под горой? Ну, рядом с горой Бойко, да. Гора Бойко является энергетическим центром, который используют для энергообеспечения, в данном случае космодрома, как и вот там площадки базирования космических аппаратов. Здесь наблюдаются сигары и плюс еще аппараты в виде призмы. Так, сейчас мы посмотрим, может быть, аппарат. Здесь на фотографии два сферических объекта в виде капелля-картуки. Они часто пролетают со стороны счастливого, в сторону аромата. Видно хорошо утром, в обед и вечером. И ходят... Это один объект? Или все-таки они движутся? Здесь два объекта, но они... Формации идут как бы или... Они... Здесь два шара, диаметром около 15 метров, но они движутся как будто на поводке, на привязи. То есть никогда они не расходятся на поводке? Не расходятся. Вот именно как вот на веревочке, на привязи, на спарке какой-то. Они вот летают и обязательно либо вокруг одного центра массы, либо недалеко друг от друга. Так, давайте еще посмотрим шарообразные объекты тут. В этом каталоге есть или... Ну, там вот следующий был... Следующая была фотография. А, какого у меня? Линия опора. Вот следующая. Линия опора. Тут тоже вот они наверху. Они медленно двигались, мне удалось заснять. Их довольно-таки, так сказать, наглядно. А по утрам, когда они пролетали здесь, дымка была, и, как правило, это дневной снимок. А по утрам, когда они пролетали, съемки производились, то из-за того, что была дымка, качество съемок не очень хорошее было. Оно как две светлые точки есть. А вот, что вы можете сказать об объектах, имеющих оранжевый цвет? Как часто они тут появляются? И почему я спрашиваю? Потому что позавчера несколько человек из нашей группы, в том числе и наш оператор Михаил. Ночуя у подножья Боки, наблюдали, двое человек, одновременно наблюдали большое количество объектов оранжевого цвета. Оранжевого и белого. Белые объекты, это, как правило, сигарообразные объекты, размером от 10 до 10 метров до 3 километров. Но большие объекты низко не опускаются, потому что мощность энергетики таковая, что она сжигает оргтехнику и негативно действует на наш бортовой компьютер. А что касается маленьких, там от 10 до 200 метров, они вот имеют при работе энергетической установки на борту, они сжимаются практически до размера апельсина, арбуза. Все горообразные имеют светлый цвет, голубой или белый, а эти вот сферической формы, как здесь, и дисковидные, шляповидные формы, они при, как говорится, при работе установки сжимаются до размера апельсина. У них, как правило, красно-оранжевый цвет. Размеры внутри могут быть большие, как вот ледовый дворец. Снаружи он маленький, а если внутрь заглянуть, то там пространство, как в ледовом дворце. ледовый стадион, каток, или... Ну, как правило, как правило, вот на этих аппаратах их пилотируют биороботы. Либо похожие на средние между человеком обезьяны, вот то недостающее звено, чего Дарвин говорил, те вот наши предки. Шампаноиды я их называю. Существо где-то метра-полтора ростом, метр-двадцать, метр-полтора формы, черты шимпанзе, и походка такая же, но голова и черты лица человеческие. Они вот на этих наземных базах, лабораториях или на околоземных кораблях-матках проводят манипуляции генетические и меняют у них бортовой компьютер, мозг. Соответственно, записывается программа, как управлять этими аппаратами, и они спокойно на них летают. Получают команду и, как говорится, нажимают на кнопки и дергают за рычаги. А вот те, которые формы призмы и сигарообразной формы, там, как правило, наши, так сказать, братья, люди. Это категория людей, которые проходят обучение, потом у них память частично стирают, возвращают на грешную землю. Они, как правило, либо летчики в данный момент времени, либо космонавты. Но они об этом не знают. Вот что интересное, можете им не верить, можете нет, но это такая категория людей. В основном пилоты, это в данный момент времени либо летчики на истребителях, бомбардировщиках, либо на гражданских. То есть после возвращения они как бы им стирают память, но они все равно продолжают работать, работать. В этом направлении что-то остается, есть тяга к этому направлению и они становятся летчиками. Понятно. В летом 2014 года я сам лично наблюдал объект оранжевого цвета над мысом Меганом в полутора километров расстояния наблюдал ночью. То что выходит что в Крыму данные объекты оранжевого цвета яркого шарообразные формы довольно-таки часто. Да. Еще хочу добавить 2014 год события известные и над Крымом висело несколько крупных серого сигарообразных аппаратов до трех километров не считая кораблей МАПы которые постоянно находятся на орбите Земли. Все аппараты ждали как говорится развития событий в Крыму. Ну они естественно пошли по другому сценарию. Понятно. Ну вот еще как бы коснемся одного момента о котором мы говорили о способах их маскировки. Вы мне рассказывали что корабли могут быть невидимыми даже находясь относительно близко от нас но по каким-то признакам вы их чувствуете. Расскажите нам поподробнее что вы ощущаете может быть вот другие люди есть которые тоже подобные вещи чувствуют но они не ассоциировывают эти вещи с присутствием данной техники здесь можно назвать три фактора первый фактор это так сказать фактор внушения идет сигнал подкорки ты не видишь меня и многие люди действительно находясь недалеко я его не вижу я говорю ну как ты его не видишь когда он находится вот он рядом с тобой второй фактор вокруг кораблей существует поле которое его закрывает либо полностью либо нижнюю часть и третий вариант энергетическая установка генерирует излучение в ультрафиолетовой части спектра голубое синее или а глаз это как правило не воспринимает или можно фиксировать боковым зрением но само излучение чувствительными людьми ощущается воспринимается и кроме визуального чисто вот диктильного ощущения визуального есть еще восприятие через собственно всем организмам потому что оно излучает энергию и многие экстрасенсы ясновидящие они говорят вон там висит аппарат почему он так решен оттуда идет высокочастотное излучение а вот скажите вот на бойко есть какие-то маскировочные структуры купола или что-то подобное над всеми объектами которые имеют важное значение для земли для космоса на ними находятся куполообразные энергетические структуры к этим объектам при всем при том что кто-то знает что здесь находится какой-то объект к нему попасть невозможно такое силовое поле оно отталкивает человека физическое тело и животных и людей и птиц но если все-таки человек по каким-то как говорится в каком случае все-таки попал в зону вот то у него как говорится меняется картинка как вот бывает видеокамера наблюдая за чем-то меняет картинку вот и на монитор идет другая картинка также с человеком он просто потом выходит из зоны и нет в тот момент когда зона работает оттуда вылетают аппараты энергетическая труба образуется вот в нее попадают солнечные лучи но опять-таки со стороны оно как энергетическое поле невидимо и непроницаемо для человека захочешь туда попасть но никак попадешь хотя вот знаешь что здесь находятся объекты или даже и зона или непосредственно аппарат висящий или стоящий на опорах понятно ну и завершение хотелось бы спросить вас как человека имеющий некоторый контакт опыт общения с ними что они хотят от нас какой они совет нам дает как они вообще с нами взаимодействуют ну во-первых это существа высшего порядка которые нас создали привезли сюда на землю создали в том виде в каком мы есть вот они хотят чтобы мы развивались по пути духовному по божественному пути развития вот как написано во многих умных книгах создан человек по образу и подобию и соответственно человек должен прийти к Богу они нас обучают они нам помогают они нас охраняют они хотят чтобы мы достигли их уровня богоподобного говорится состояния а то что англосаксы нам рисуют инопланетянство пугалки пугалки вот внедряют настойчиво внедряют антикот особенно фабрика Голиуда внедряет совершенно другую картину и все равно что рассказывать с телеграна что твои родители братья и сестры тебе враги они тебя хотят съесть и настраивают против а это наоборот наши предки наши братья по разуму они нам желают добра и хотят чтобы мы не тормозились в своем развитии духовном а наоборот двигались вверх и помогают технически технологически и материально ну имеется ввиду помогают не деньгами а подсказывают новые материалы новые технологии и прочее понятно ну в общем тогда думаю что на съем будем завершать мы выложим можно было поговорить еще о контакте о палеоконтакте ну как бы у нас небольшое короткое интервью через буквально через несколько минут полчаса мы собираемся идти в гору но с Виктором мы встретимся обязательно я думаю что лучше всего встречаться в форме конференции через гуголь плюс там есть возможность показывать фотографии ну и проявляться показываться в интернете и люди с интернета и с панели будут задавать вопросы может быть если конечно Виктор пожелает можем организовать такую встречу попробовать надо да попробовать надо сейчас в тестовом режиме а потом хорошо хорошо спасибо большое Виктор стоп снято